Ну что, давай начинаем. Начало тогда. Я просто хочу еще и бампер скинуть, и защиту. Сейчас все. Просто у меня не радиатора мыть. И так удобнее будет. Ну, с подручней. Плюс-минус. Наверное. А может и не очень. Хотел сказать добрый день, вы на телеканале. Добрый день, уважаемые телезрители. Вы на нашем любимом канале ОМЗАП. Перед нами сегодня отличный экземпляр того, как не следует делать машину на кузовном ремонте, либо после ДТП, если вы любите свою машину и хотите ее долго эксплуатировать. Не собираетесь от нее избавляться на вторую рекламу. Не собираетесь избавиться на всеми известными сайты продаж. Итак, у нас вваренная передняя крышка двигателя. Соответственно, оторваны крепления. Клиент приехал с Божьей помощью. Закрутил один болт насквозь. Еле-еле доехал до Москвы с дачи. Сегодняшняя задача у нас – поменять переднюю крышку двигателя. При этом мы будем снимать клапанную крышку. Заодно оценим состояние цепи. Также мы моем радиаторы, снимаем бамбер, снимаем радиатор кондиционера, радиатор основной. Все это вымываем. Покажем, насколько это все грязно на пробеге 150 тысяч. И, соответственно, еще у клиента проблемы с кондиционером, связанные тоже после ДТП. Будем менять трубку кондиционера короткую. Ну, по ней видно, что она вся в масле. Снимем радиаторы, мы вам покажем. Прежде чем начать, нужно… Мы видим подкапотное пространство, все в грязи, в пыли. Обдуем, чтобы у нас песок не попадал в двигатель. Все это мы обдуем, продуем, сливаем масло и начинаем разборку. Слушай, это масло проехало 4 тысячи. У него по бирке он 4 тысячи назад менял масло. Ну, я как бы он сам сказал, что он только недавно его поменял. Положи просто сюда. Спасибо большое. После того, как слили масло, можно приступать к разборке. Опору двигателя пока скидывать не будем. Мотор у нас еще не поддомкрачен. Снимаем переднюю крышку, катушки. Все, дальше начинаем уже с передней крышкой. Ремень ослабляем, снимаем ремень, шкив, помпы и начинаем. Вполне чистый мотор. Чуть-чуть загрязноват, но бывает хуже. Да, домкрат со сломанным колесом. Огонь. Интересно. Здесь где-то натреснутое, нет? Мы можем этого не увидеть. Может быть там где-то будет трещина. Вот туда, посреди. А вот там что-то похоже на трещину. Так, надо это снять. Это вот на стенке, которая? Да, вот так вот. Ага, полоса вот эта. Несмотря на герметик неродной. Это переклеивалось. То есть это снималось. Кронштейн варился не на двигателе, а именно снималось. И неплохой подход был. Посмотрим состояние цепи. Насколько вышел натяжитель. Как криминально. А все неплохо. В ходе пробега 150. Натяжитель вышел, может быть, процентов на 30. И мне почему-то кажется, что он делался. Капитарился. Отличие цвета головки и блока. Видишь, по цветам разного цвета. Либо голову меняли. Ну, в ходе ДТП. Нам это ни владельцу, ни нам это неизвестно. Мы только знаем, что было ДТП. Бывает такое, что когда залетают под КАМАЗ, под фуру какую-то, ну, не сильно. Бывает, что удар приходится по ГБЦ и ГБЦ под замену. Но так же бывает, и когда удар приходится по блоку, ГБЦ оставляет, меняет только блок. И натяжитель, видишь, они башмаки. Они, ну, не рыжие. То есть, как будто они менялись. То есть, если сравнить, вот, болт, да, цвет болта и цвет натяжителя, крепления натяжителя, как бы, ну, другого цвета, крутилась. И по болту видно, что крутилась. Болты крутились. Ну, тут два варианта. Либо мотор делался, либо мотор восстанавливался после ДТП. А мы всегда чего-то не знаем. Клиент всегда что-то не договаривает. Сейчас приступаем к чистке привалочных плоскостей от старого герметика. Обезжириваем и приклеиваем другую крышку. Кстати, клиент привез БУ-крышку. Довольно-таки быстро нашел он ее с доставкой. Сейчас привезут нам БУ-крышку переднюю. Она же масляный насос. Посмотрим по состоянию и будем устанавливать. Для чего? Чтобы, когда буду чистить герметик, чтобы не попал герметик в поддон. Как у нас было с Ай-30, блин? Помнишь? Ну, какими? А, мы же не снимали. А, нет, мы снимали в ТикТок. А? Ай-30. А где полукольца повылетали? Одна из причин, то, что попал герметик, либо щетка попала в поддон и засосала масляным насосом. И все, он встал в клин. Там этот клапан заклинил и все. Давление все время в поддон сливалось. Талянечка, я тебя возьму? Слышал. Клиент привез БУ-шную переднюю крышку. Она же масляный насос. Уже почистили от старого герметика. Насос скрыли. Крышку отдельно помыли. Ну, видно по разнице по цвету. Крышку помыли, все почистили, обезжирили. Сейчас герметик и установка. Перед установкой можно обратить внимание на метки масляного насоса. Вот шестеренка масляного насоса. Ставим ее в метку. И ставим также вверх в ВМТ двигатель, чтобы шестерня масляного насоса оделась на коленвал. Соответственно, сейчас двигатель в ВМТ. Можно посмотреть по меткам. Вот эти две метки должны быть друг напротив друга. Вот, все прекрасно. не составит никакого труда ее надеть. Теперь надо мне там намазать. А здесь чем посвятить туда? А можно там, где вот этот? Во-во-во-во-во-во-во. Без помощника, без света, плохо. Да, сборка в обратном порядке. Болты здесь перепутать нереально. Каждый болт встает только в свое место. Мелкий, смотри, приготовился. Это-то зря. Ох, да кто тут был? Что за? Телевизор весь болтается. Это все. Тихо, тихо, и все. А что это? Не льется. А тут дырка в другом месте. Вот оно, не оригинальная запчасть. Что это за антифриз? Вот что это? Зеленый, красный. Ну, я предположу, зеленый. Как раз. Ну, его, походу, доливали, да? Ну, может быть, мешали. Зеленый, давай, или красный. И причем, что-то тут как-то его мало, это скажу. Ну, должно прямо литься бодро, а льется что-то не бодро. Да не, не, он хорош, хороший стокон, ну, что ты, что копил? Ну, что он тут бассейн устраивает, что ли? Он не оригинальный? Это не оригинал, и кондейный тоже не оригинал. А как это? Ну, поэтому по внешнему виду, вот это, в этом банально понятно, что он видно, что он где-то, вот этого не должно быть, вот это вот, что это, железо, пластик, пластиковый, не должно быть вариге. Банально слив, ну, сливаться должен через само нижнее крепление, через этот носик антифриз, сливается через пробку сразу. На оригинальном радиаторе должны быть шпильки, под трубку кондиционера торчать, а здесь болты были. Сломанное, блин, просто, почему это осталось здесь, блин? Реально, что ни возьми, все сломанное. Ну, мы сейчас на этапе снятия радиаторов, точнее, одного, а с последнего, основного. Тут что-то просто немножко поломанное все, подожди, что-то неприкрученное, что-то не так все, не по-нормальному, не по-человечески, как-то, вот почему вот это я сейчас снимаю? Это должно стоять вообще в последнюю очередь. Все потому, что это было не прикручено. У нас проблема в следующем. У нас нужно поменять трубку кондиционера, раз, и клиент захотел поменять антифриз, это два. Ну, и чтобы банально ему сэкономить, ну, как бы, произвести, мы можем это все сделать, да, как бы, без проблем, но мы, у нас фреона нету, трубку надо менять, антифриз надо менять. Предложили профилактически, по сумме то же самое, предложили профилактически помыть просто радиаторы. По сумме все то же самое. Просто будет еще приятно человеку, потому что у него будет чистый радиатор, он будет в этом, уверен в том, что у него все чисто и хорошо. Надо будет обратить на это внимание, закрепить, чтобы не протерло шланг. Да, от шаровых остается, чтобы вода не попала в масло. Сейчас помоем радиаторы, пока они будут кисать в пене, поменяем трубку кондиционера. Заснял ее? Ночная бабочка, ну кто же виноват? И так, проблема у нас вот с этим шлангом. Трубка, шланг, по нему видно. Частенько такая проблема бывает. Хочу сразу сказать для комментариев, что до этого клиент приезжал, с опорой двигать у него было все хорошо. По поводу проблемы с кондиционером, мы заправляли кондиционер, ему хватило на две недели, но мы заправляли его с маслом, масло было с красителем. У меня все работало, значит ты сломал. Да. Напишут, скажут, да вы на пол льете. Через воронку туда, на пол. Вообще, завод и зеленый идет. Ну и то, что мы слили, это было нифига не красный. Это было похоже на зеленый, который добавили примерно плюс-минус красного литра. Итак, что мы сделали? Сняли переднюю крышку двигателя, она же масляный насос. Поменяли на БУ, который привез клиент. Предварительно, соответственно, почистили все от старого герметика, все вычистили. Слили мы масло. Масло будем заливать новое, независимо от того, что клиент проехал на этом масле 4000 километров, он изъявил желание поменять на новое сразу. Установили новую переднюю крышку двигателя, поменяли прокладку клапанной крышки, выкрутили свечи, отключили топливные форсунки для того, чтобы прокачать в масло. Так у нас масляный насос уже стоит сухой, мы поставили в другую крышку, соответственно, нам нужно прокачать давление маслом. Сопутствующий клиент изъявил желание поменять антифриз. Предложили ему замену антифриза вместе с мойкой радиаторов, так как у нас еще проблема была с кондиционером. Трубку поменяли, как уже показали ранее. Помыли основной радиатор, кондиционер и радиатор. В ходе разбора снятия бампера было выявлено, что у нас диффузор не был прикручен к радиаторам, он просто болтался. Все патрубки у нас просто висели, хотя должны быть на штатных хомутах. Штатных у нас нету, поэтому поставили на обычные стяжки. Тоже имеет место быть, сильно не зажимает, просто чтобы держал на своем месте. Сейчас у нас свечи выкручены, топливные форсунки отключены. Идем прокачивать маслом. Предварительно. Когда мы снимали переднюю крышку, нам нужно было снять генератор. Соответственно, отключали клейму с аккумулятора. Какой-то гидрик стучит. Собственно, для чего мы выкручивали свечи? Свечи мы выкручивали для того, чтобы не было компрессии у двигателя. И двигателю стартеру было легче крутить мотор, дабы прокачать масло. Но ей же плохо. Хотел сказать по-другому. Ничего не поделаешь. Гидрик какой-то, прям у нее стучат. Это не мотор, это именно гидрик. Не двигать, в смысле не поршневая. В смысле не задируешь. Выкверлил? Это цепочка на руку. Видите, а вот здесь вот все, братан. Вот так прям все, прям целиком. У тебя и вот здесь, вот тут вот тоже. Так, подождем, наверное, да? Мы же не можем остановить работу сервиса для того, чтобы записать. Ну и так, автомобиль мы закончили. Клиенту сообщили о готовности. Он сейчас приедет, будет оплачивать, забрать свой автомобиль. Все возможно от нас мы сделали. Все сделали, как всегда. С хорошим подходом, с грамотно, все четко. Нигде не схалтурили. Насколько это было возможно. Подписывайтесь. Ставьте колокольчик. Смотрите наши следующие серии. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok